Теме вакцинации был посвящен круглый стол общественной палаты города, который прошел в среду 24 марта в стенах Тверской городской думы. Среди участников встречи был главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. Специалист не только выступил в качестве докладчика, но и ответил на многочисленные вопросы членов общественной палаты. Проводимая в Тверской области кампания по массовой вакцинации населения против COVID-19 сегодня становится одной из главных тем практически любого официального мероприятия. Не стал исключением и круглый стол общественной палаты города Твери. В качестве основного докладчика на нем выступил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. Как отметил, открывая заседание председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, тема, которая была затронута, касается абсолютно каждого. Количество заболевших у нас уменьшается, пускай не так, как хотелось бы, но постепенно, медленно уменьшается. Поэтому сегодня у них круглый стол, он, конечно, будет посвящен как и вакцинации, как и дальнейшей нашей жизни. На сегодняшний день в Тверском регионе прививку от коронавируса сделали почти 69 тысяч человек. Это 92,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Вместе с тем, у населения по-прежнему остаются вопросы и сомнения относительно того, стоит ли вакцинироваться, насколько это безопасно, как долго будет действовать вакцина. На эти и другие вопросы в ходе заседания и ответил Александр Раздорский. В Российской Федерации на сегодняшний день применяется препарат «Гамковид-Вак», его коммерческое название «Спутник Ви». Это основной препарат для проведения вакцинации и без преувеличения будет сказано, что это первый в мире зарегистрированный иммунобиологический препарат по уровню эффективности и безопасности. Этот препарат также можно считать номером один по всем мире. Свои вопросы, касающиеся вакцинации, Александру Раздорскому задали и члены общественной палаты города Твери. Как правильно тестироваться, какая продолжительность инкубационного периода, надо ли вакцинироваться уже переболевшим. Член общественной палаты, главный врач больницы номер один Марина Мирошкина на правах представителя медицинской сферы призвала жителей Твери делать прививку. Если раньше мы думали, что болеют только хроническими заболеваниями люди, с сахарным диабетом, с повышенной массой тела, то есть с ожирением тяжело переносить или какими-то аутоиммунными заболеваниями, нет. Мои дорогие коллеги болеют, не имеют значения возраст. То есть это какой-то сложившийся генотип у человека, который предрасположен к этому вирусу и очень предрасположен. Участники круглого стола сошлись во мнении, что сейчас главная задача агитационная работа среди населения для популяризации вакцинации против коронавируса. О завершении эпидемии можно говорить лишь тогда, когда вакцинировано будет порядка 60% граждан страны.